всем доброго времени суток вы на канале дача лайф и сегодня хочется порассуждать о таком препарате которые все просто благотворят боготворят вообще и применяют его где только не придется это сульфат магния может быть даже не только сульфат но и магниевая селитра который нам обретает последнее время популярность мы с вами сейчас находимся в весеннем лесу у нас тут начинается пробуждение всего распускаются деревья смотрите какое все зеленое красивое и хочется вот посмотреть а есть ли где-то какой-то хлороз зелень прекрасная все цветет зацветает вот черничка правый елочки замечательные все зеленое все прекрасно растет никто сульфатом магния никаким этот лес не обрабатывать лесу уже очень много этот лес еще существует на картах 1640 года задумайте сколько он простоял на одном месте нам говорят что почва истощается со временем ну допустим скажем при активном земледелии на каких-то участках где выращивают там мощную всякую кукурузу и так далее возможно верхний слой истощается но говорят что оттуда вывозят то что собрали урожай и тем самым вместе с этим накопленные питательные вещества уносятся и их надо каким-то образом возобновлять поэтому применяются удобрения но вот в лесу их никто не применяет скажет это же лес иголки упали в них содержится тот же магний хлорофилии они опять пошли как говорится в круговорот но кто-то же это все съедает есть куча всяких организмов вот даже вот это вот улиточка она залезет на растение съест его потом естественно сходит в туалет бактерии кишечные все переработают все вернется в почву и опять войдет в растение это круговорот но лес иногда тоже заканчивается лес вырастает его вот так вот спиливают естественно его возят на дрова на древесину на мебель вместе со всеми веществами которые она добыла за эти 40 50 60 90 лет 90 лет она росла накапливала его увезли ничего не за не возноблен никогда не возобновляется но однако рядом растут все растения не все зеленые магния достаточно а почему магния в природе очень-очень много и вся зеленая наша жизнь растений на нем основана на хлорофилии и всем хватает почему же мы свои растения должны поливать и опрыскивать с этим сульфатом магния если вы как бы не очень понимаете что это за соль то вообще надо посетить аптеку ее другое название английская соль и попадая в организм она что у нас делает расслабляет мускулатуру расслабляет кишечник то есть некоторые используют ее для похудения просто если вы хотите похудеть конечно сульфат магния нужен потом получается так что вы берете свой сульфат магния растворяете опрыскивать любимую капусточку лучок и так далее на завтра приезжает к вам родня и говорит давайте салатик сделаем а вы его три дня назад обработали сульфатом магния вы берете салатик покушали нормально поели на завтра что-то мне нехорошо я побежал туалет ну хотите бегать пожалуйста можете еще раз это все сделать повторить и начинаются препараты и так далее побежали все у я себя плохо чувствую меня сил нету а почему мускулатура расслаблена сульфат магния впитан во все это дело ваш организм потому что он впитался корнями и листьями и не успел переработаться кто-то мне скажет там из каких-то ученых академиков что корень впитывает избирательные вещества это ионообменная колонка он забирает именно питается ионами а не веществами ох ох онюшки ребята возьмите гортензию у кого растет обычную белую самую стандартную которая есть практически на всех дачных участках растворите марган совочки и полейте вы думаете марганец нужен этой гортензии он не нужен но все ваши цветы станут сине-фиолетового цвета потому что засосет по стволу всю эту марганцовку насосом без всякой избирательности точно также растения закапливают тяжелые металлы все возможно на какое-то время какое-то остается и ваш сульфат магния который вы чрезмерно просто-напросто обрабатываете растения точно также накапливается и в какой-то мере он там остается в неизменном виде и вы его съешьте сходите в туалет расслабитесь и будете спать там спокойненько есть магнезия шприце есть тревога на лице как пил пел александр розенбаум хотите такой эффект используйте конечно можно применять опрыскивание для скажем каких-то кустарников деревьев за какое-то время до уборки урожая чтобы прошел хотя бы какой-то месяц но эффект от этого будет или нет может показать только конкретный эксперимент а эти эксперименты лучше на себе не ставить в прошлом году я хотел снять специальный ролик провел эксперимент чесноком снял ролик но не успел его говорится выложить потому что накрылась память в телефоне и накрылась телефоном снимал весь этот телефон вместе с роликом пол гряды чеснока и скрупулезно обрабатывал сульфатом магния в общем-то со всеми вместе с азотными удобрениями совсем а половину не обрабатывал и получилось так что когда я чеснок этот выкопал особой разницы вообще не заметил не в количестве там массы луковичной не в окраске не какой-то не в размере самих зубков и даже развитие зеленой массы особой разницы вообще не произошло может быть чуть-чуть как-то отличался цвет листьев но продукция получилась абсолютно одинаковой вопрос а зачем тогда это все делать нам говорят что вот там хлороз есть такой железистый есть там хлороз от магния есть ацинка есть там еще там чего-то и так далее а все дело в том что все эти хлорозы появляются при неумелом использовании минеральных удобрений потому что многие популярные сейчас минеральные удобрения скажем как допустим монокалий фосфат у меня есть ролик на канале по этому поводу где я вам показываю именно химические процессы которые происходят при смешивании его с микроэлементами которые растения должны поглотить а он их всех связывает вот и получается что удобряете одним удобрением которое убивает другое и вызывает зависимость от третьего потом вы пытаетесь опять это все повторить и носитесь по кругу как белка в колесе вместо того чтобы просто ну поддерживать почву в исправном состоянии заниматься органическим земледелием далее вы поймите что все что вы в почву внесли и если вы правильно это делаете органику какую-то так далее вы думаете что за зиму все ушло вот лес тут ничего не уходит все приходит обратно хотя если взять здесь взять лопатой копнуть вот этот слой то здесь плодородная площадь будет 10-15 сантиметров дальше будет голый песок вопрос на 15 сантиметрах растут эти елки сосны и деревья и все цветет и пахнет откуда она берет энергию а дело в том что здесь я уже показывал вы бегают жесткие червячки улиточки и прежде всего земляные черви которые масса очень огромное в земле земляной червь долазит вниз до плодородного слоя и по дороге он скидает всю эту землю все пропускает через себя а ночью он вылазит на поверхность и если вы утром в сад выходе или то вы прекрасно видели такие маленькие-маленькие горочки это скажем биогумус фекалия червяков сейчас найдем покажем наверно это будет везде да даже вот здесь смотрите вот вот это вот горочка вот справа от листика вот это вот вот это вылазил выползок надел эту кучку вот именно вот этот вот гумус и определяет плодородие почвы и червяки нам в этом огромные помощники так вот может лучше разводить на участке привлекать земляных червей и прочих так как говорится помощников нашего сада чем обливать все это химией я понимаю тех кто обливает это в промышленном масштабе им некогда этим всем заниматься и как бы извините не наберется на всех органики и так далее полей поэтому надо стимулятор роста все а почему их беспокоит только карман чтобы вырастить много-много картошки огромное быстро ее продать а вы там уже бегаете в туалет с этим магнием даже можно в магазин не ходить купили ой что-то мне плохо а почему при массовом производстве именно так и происходит что никто о вашем здоровье не заботится не хочет заботиться и никогда не будет поэтому подумайте 10 раз прежде чем вообще применять какие-либо минеральные удобрения если в этом нет острой необходимости конечно же есть растения которым потребляют в огромное количество азота да и как бы растут допустим в симбиозе с микоризой скажем это вот допустим голубика земляника там клубника брусника тут мы уже ничего не делаем мы просто обязаны поддерживать кислотность почвы и кормить этим азотом не голубику а кормить микоризу которая свою очередь будет кормить голубику это уже безвыходная ситуация если вы хотите на участке на котором она не произрастает просто физически все это поддерживать ей надо создавать условия но во всех остальных случаях нет оправданного применения сульфата магния и да и других сульфатов типа там сульфата меди там какой-то там на это все тяжелые металлы которые ничего хорошего нашему организму не принесут а только у вас будет какие-то расстройства появятся какие-то новые болячки и болячки появится что самое интересное от продукции которую выращиваете вы наоборот для того чтобы оздоравливаться радоваться жизни иметь хорошее настроение хорошее здоровье а получается обратный эффект поэтому еще раз повторяю 10 раз задумайтесь раньше наши предки как бы не имели этих удобрений единственное удобрение которое было это был удобрение от хозяйства различного рода навоз помет и зола и в общем-то получали не хорошие урожаи не было у них вот этих вот супер пупер f1 гибридов все было замечательно и жили они здорово весело долго и счастливо давайте возвращаться к природному земледелию всех до новых встреч пишите комментарии давайте вместе обсуждать а нужна ли нам эта химия